и отец небесный нас избрал в нем прежде создание я этого мира во как во как обстоят дела и нам не нужны не проповедники не какие-то особые посредники там между богом и человеком нам нам все уже даровано в нем из-за нашего избрания когда-то апостола хотели побить он это вам позволено бить римского гражданина они пишу римский гражданин а это было статус это как депутат там верховного совета или там консул какой-то страны или какой-то личность которую защищает государство и бить римского гражданина это за это вешали зверям скармливали в амфитеаты поэтому все перепугались ты шо римский гражданин он говорит да я родился вот в таком-то городе который имеет статус римского выдает статус римского гражданина и это очень спасло жизнь апостола неоднократно и сотни который хотел его бичевать сказал я за большие деньги купил римское гражданство павел говорит а я в нем родился поэтому кто-то сегодня за большие деньги покупает право быть частью царства он готов все отдать чтобы только войти и в число избранных а комп а кто-то уже родился избранными все ему не надо вообще напрягаться вообще то есть это царство моего отца это моя моя территория это мой дом это моя семья это мои сограждане это но все мое небо мое земля моя вселенная моя все что ее наполняет мою вместе с моим отцом это принадлежало мне прежде создание этого мира вот почему с ешуа не могли справиться не религия не политика не запугивания ничего не бир не брало его никого не боялся ходил свободно хотели схватить не смогли хотели побить камнями не могли не могли исчез вот какого бить если он исчез вот поэтому он являл во всем сверхъестественного бога отца своего и он не стыдился называть себя сыном божьим не считал это за воровство я родился сыном божьим я и есть сын мне не надо становиться сыном божьим как сегодня верующего надо достигать надо там прилагать все старания ну кому-то надо прилагать да а кому-то надо просто понимать у тебя есть статус гражданство все ну какой-то документ и там твое имя написано все написано имя документ все есть все кому надо вот смотрите я избранный сын всевышнего на планете земля и это не какой-то не скромность или гордость это факт факт потому что все на земле по факту если ты не знаешь кто ты есть то ты по факту ничтожество по факту но раз ты не знаешь кто ты есть и вообще спасешься или не спасешься у тебя после смерти ты в ад пойдешь или в рай и вот человек сидит чешет не знаю но если постараться если батюшку слушать ну да слушай батюшку он тебе расскажет вот рожденные прежде создания мира слушают маму маму дорогую имя мамы нашей руах а кодыш и сегодня на маму наехали вернее наехали на ее детей а докажи что дух святой женского рода но что таким людям сказать а докажи что бог мужского рода ты видел его мужские причин дал и а по какому признаку ты определяешь что это мужского рода но на земле определяет по причин далом посмотрел под хвост девочка посмотрел под хвост мальчик вот и все а как ты святому духу посмотришь ну куда тебе смотреть тупица поэтому дети божьи смеются тут в этом месте надо смеяться и хохотать потому что это смешно 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 но для тех кто хочет разобраться вы должны знать что библия написана на древнем языке иврит древними таки ивритскими буквами и там в этих буквах сегодня пробелы в познании даже раввинов и даже там супер исследователей библии потому что утрачено за 6 тысяч лет утрачено способность человека понимать иврит но знаю точно что вы выйти существует только два рода нету среднего рода нету это в русском славянском языке придумали средний род а в иврите два мужской и женский и если ют гей вав гей мужской то руаха кодеш женский женский о то есть слово руах переводится дух женского рода когда написано что на ишуа сходил голубь то неправильно перевели эти антисемиты они перевели голубь а там написано йона 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 а это знают все евреи что голубка шахийна это присутствие божие или тот же самый руаха кодеш женского рода шахийна перевели слова слова шахийна даже не употребляется почему но потому что была команда в козивка переводчиком переводить так как захотел константин великий царь иначе отрубит руки ноги голову язык отрежет и все поэтому эти переводы которые делала католическая или западная церковь они все были без учета еврейских корней поэтому нелегитимные и запутанные для людей которые и так уже запутанные тут их еще больше запутали а я вам еще сейчас больше запутаю потому что ну надо как-то как-то надо шевелиться разбираться мудрость премудрость это также имена руаха кодеш и женского рода мудрость она сходящая свыше чиста скромна послушливо полна милосердия рахем и добрых плодов беспристрастно и не лицемерно и вот это мудрость и есть руаха кодеш голубка мама дорогая поэтому не разобравшись кидаться с вилами докажи покажи ну попросил раха коды чтоб тебе показала какого она рода ну пойди запрысь в тайной комнате возьми пост как даниэль который если ты хочешь разобраться ты же разобраться не хочешь ты религия запудренной мозги поэтому кидаешься с вилами на радио вот а это голос говорит москва москва далеко от этого радио диктора ты не заколешь вилами ой вы голос слышен и можешь понять откуда исходит поэтому нам надо разбираться и вот интересные сегодня посмотрел заметочки такие например википедии вики википедии написано о духе святом ну хорошие материалы интересные но опять в меру человеческого понимания слово обозначающие святой дух имеет грамматический мужской род в русском языке на латыни спиритус сантус на еврите руаха кодеш и в прочих семитских еврейских евритах происходящих языках руах женского рода в то же время как греческом греческом а геопневма среднего рода водою что хотят то и воротят ой вей надо разобраться нам со святым духом иначе он с нами разберется а точнее отец и сын вломят так что мало не будет всем за маму дорогую потому что всякий грех и хула простятся кроме хулы на святого духа на руаха кодеш и поэтому есть иудейские представления о святом духе или о духе божьем есть христианские представления которые дробятся тоже на всякие подразделения есть человеческие научные какие-то представления поэтому например в танахи выражение руаха кодеш появляется один раз псалмах пятидесятом тринадцатым стихом и дважды высая 63 10 11 все при этом слово руах значение руах иуд гей вав гей употребляется множество раз первый раз бытие первая глава автор и дух божий носился над водой да написано и руаха кодеш высиживал как бы яйца так вот дословно переводят что там не носился как сумасшедший бегал что делать а был сконцентрирован на творение сотворение и вот из этого духа родилась материя материя иудаизме бог один идея двоичности или троичности бога элогим для иудеев неприемлема и для мусульман неприемлема они написали на мечети в иерусалиме у бога нет сыновей то есть бог един един все всевышний элогим иуд гей вав гей или аллах его называют сына нету еще они признан исламом еще не признан иудаизмом еще призна только христианство поэтому только в христианстве есть идея три единого бога три проявления одного и того же бога или три единства божие троица в пророческом видении хискель называет руах элогим или руаха донай у иудеев святой дух имеет определенную степень персонификации но остается качеством принадлежащим всевышнему одним из его атрибутов тогда как христианстве святой дух одно из лиц три единого бога иудаизме ссылок на дух божий руаха кодеш святой дух и головы яхве предостаточно однако он отвергает любую идею что святой дух это вечный бог как часть три единого божества термин руаха кодеш транслитерация руаха кодеш приводится один раз псалме пятьдесят первому нас а дважды в книге шаяу и сайт это три библейских стиха где используется выражение руах а кодеш при этом существительное руах часто используется в отношении духа всемогущего бога а также вообще относится к понятию дух буквально означает дыхание или ветер существительное руах также как русское слово дыхание означает либо ветер либо невидимую движущую силу таким образом святой дух всегда воспринимался воспринимается до сих пор иудаизмом как действующая сила дыхание самого бога ягве которыми он все делает и творит последствия же словом дух руах стали обозначать самостоятельное сверхземное существо такое обозначение встречается в некоторых апокрифических сочинениях а также в талмуде и мидраше особенно развитие получила это представление христианстве тут речь идет уже не об особом качестве господа не об исходящем от него просветлении об объективно существующем живом и личном начале такому воплощение об воплощению святой дух никогда вероятно не подвергался у евреев но евреи усматривали в нем иногда эманацию божественной силы действующей самостоятельно вот такая путаница со святым духом тут батюшки копья сломали не то что тут интернете важность святого духа в жизни каждого верующего признают большинство христианских конфессий святой дух лицо троицы через которое три едины бог создатель действует человеке церкви если понятие бога отца было первостепенным в ветхом завете служение сына в период описаны в евангелиях то есть 33 года а в настоящий момент христианской церкви более заметны дары святого духа дары то есть или девять известных человеку проявлений святого духа в жизни верующего в еще еще сейчас будем разбираться с мамой маму надо знать и любить и уважать вышел конечно я вам скажу одно гомосексуалисты бы мечтали чтобы отец был мужчина дух святой мужчина и еще он мужчина и вот отец и святой дух два мужика воспитывает одного мальчика сына то что еще признал отца выше себя и выше своей сущности и даже есть вещи которые отец ему не открывает мы это узнаем из писаний написано и еще почитал отца как отца как мужскую половину своей семьи но святого духа он почитал как вторую половину женского рода и тогда получается логично папа мама и сын это ты составляет семья семья без детей не семья но когда в семье появляется ребенок это печать божья на брак что этот брак узаконен всевышний дал родиться этому сыну и вот ты сын мой я ныне родил тебя как он его родил руаха кодыш сойдет на тебя морям сила всевышнего осветит тебя и рождаемое в твоем чреве появится от руаха кодыш то есть это как сегодня суррогатная мать мариям стала суррогатной матерью для всевышнего да и отец и святой дух сотворили сына в утробе женщины еврейки из колена и гуды из из рода и гуды из потомков когенов священника это интересно очень интересно и мариям сказала да будет мне по слову твое ничего не понимаю как это будет что это будет дева родила когда начала рожать мариям ребенок вышел прорвав девственную плеву девственная плева сохранялась как у всех девушек печать невинности и ребенок изнутри прорвал печать невинности и вышел апостолы учат это великая тайна над этим глумится всевышний никому не позволит порвет на куски нельзя смеяться над такими супер святыми вещами говорить об этом можно но только осторожно осторожно таинство происхождения сына связано с отцом и святым духом отец и святой дух восхотев родили сына когда пришла полнота времени всевышний повелел этому состояться и руаха кудыш произвела ребенка через мариям и его называют бога человеку потому что он совмещал себе две природы божественную безгрешную природу святого бога то есть бог дал ему свои качества наделил его святостью свои и также он взял от мамы мариям человеческую греховную природу и две природы в нем соединились и божественная природа овладела греховной природы полностью он был искушен во всем кроме греха он ни разу не совершил он был клятвой закона то есть все 613 законов 365 заповеди исполнялись днем и ночью днем и ночью и когда фарисеи его пытались подловить в законе они не могли ничего найти когда его надо было казнить не могли ничего доказать нет ни одного аргумента не было и только лжесвидетели они дали право на приговор ну казнить надо было ему нужно было умеет поэтому это все состоялось тут все настолько тонко насколько все свято настолько все что отец и сын согласились порвать любого кто против святого духа что-то будет вякать поэтому не трогайте святого духа не не говорите кощунственные вещи не обижайте маму а то дети тоже за нее могут вломить да и она голубка а наши хейна на присутствие она премудрость она мудрость у нее есть множество имен она приходит в нашу жизнь свыше и на ком вы увидите руаха кудеш сходящего и пребывающую тот и есть сегодня это важно чтобы руаха кудеш пребывал пребывала на нас и производила через нас девять ослепительных сияний дары святого духа действия святого духа и дары святого духа является признаком присутствия святого духа руаха кудеш жизни человека нету плода то это не наши люди плода нету нету если он называет себя братом остается пьяницей блудником нечистивцем то какой он брат никакой не брат он это грешник покаявшийся или может постоянно кающийся но никак не могуще дойти до познания истины но каждому давайте это проговорим но каждому дается проявление руаха кудеш на пользу вот в чем смысл сегодня присутствие шахийный или ионы или руаха кудеш в жизни верующего чада божьего это проявление 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 иному дается духам слово мудрости другому слово знание тем же руаха кудеш иному вера тем же руаха кудеш иному дары исцелений те той же нам правильно надо уже учиться и той же руаха кудеш иному чудотворение иному пророчество иному развлечения духов иному разные языки иному истолкование языков все же это производит одна и та же руаха кудеш разделяя каждому особо как ей угодно мама знает что лучше дети вас мама вообще есть конечно сироты им тяжело понять эту доктрину кто вырос без отца без мамы им тяжело понимать отцовство и материнство но кто рождал вынашивал ребенка воспитывал и стремился чтоб ребенок состоялся и стал личностью понимает о чем идет речь понимаю и так 9 проявлений руаха кудеш слова мудрости слова знания вера дары исцеления чудотворения пророчества развлечения духов разные языки столкование языков и ключ к пониманию даров является слово проявление 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 послушайте руаха кудеш обитающие внутри верующие невидима но благодаря действию даров руаха кудеш являет себя органом чувств человека говоря иначе каждый из этих даров является сверхъестественным проявлением руаха кудеш обитающие верующим и действующие через него а поскольку эти дары являют не верующего не не нас но личность руаха кудеш то все они сверхъестественны по своему характеру пятва феофан затворник был такой считал что слова явление духа значит явное действие духа обнаружение духа руаха кудеш заметное для всех три группы даров которые выделяются 50 ческом харизматическом движении это дары речи дары действующие через органы речи человека это пророчество языки истолкования языков дары откровений дары предоставляющие сверхъестественные понимания слова мудрости слова знания развлечения духом и дары силы дары демонстрирующие силу юдей во главе всевышнего физической реальности это вера это дары исцеление во множественном числе и это дар чудо творения сотворение чудо но не было руки выросла не было зубов выросли не было глаза появился чудо творение это сотворение связано с творением еще есть понимание плоды плоды святого духа плоды святого духа это добродетели добродетели добрые дела человека которые требуют помимо усилий самого человека содействия божьего по толкованию филакта болгарского от нас дается семя то есть произволение но чтобы стать ему плодом это зависит от всевышнего галатам 522 плод же руаха кодыш любовь радость симха шалом долготерпение благость милосердие вера кротость кротость воздержание почему затворники были воздержаться хотелось воздержаться уходил закрывался от всех и годами его не видели как проявлялся святой дух в писании мы читаем луки 322 матфея 316 марка 1 10 и она 1 32 в виде ионы еврейское слово означающая голубка и в этот момент когда иона сходила на сына и был момент крещения силу или началом его служение до этого сын возрастал готовился 30 лет возрасте 30 лет по писанию юноша мог становиться в священство в служении молодым не давали право быть священником когеном а еще наследовал не просто когеном стал а коген годоль первенец почину малки цедек коген годой возрасте 30 лет он был помазан это видели и это слышали видели голубку которая сошла в него вошла ви и видели облако и слышали голос после этого голубка повела его мама в пустыню 40 дней 40 дней был искушаем от дьявола то есть надо было потренироваться духовной войне и сорок дней еще написано написано там получил этот дракон хорошо получил и отстал через 40 дней отстал от него все ему навалял там сын божий хорошо и еще вышел из пустыни исполненный руаха кодеш и руаха кодеш стала проявляться всевозможными дарами и молитве и выселение и чудотворение дар слова мудрый дар слова знания и вера и по воде ходил и сквозь стенки проходил и перемещался в пространстве и невидимым становился но всякие всевозможные сверхъестественные проявления руаха кодеш в жизни ее сына возлюбленного сына как сказал отец это мой сын возлюбленный в котором мое благоволение мое благоволение вот отец он если за ребенка вступается все будут знать это мой сын мистер отойдите от него я помню застал лестера саммерла никто не знает ой какая мощь вот это человек в апостольском духе веры ходил ух он мимо меня прошел и меня сдуло ветром и он все время на языка он ничего не видит его под ручки вывели последний раз на сцену он после этого ушел в вечность и он говорил проповедь я на всю жизнь запомнил 7 духа всевышнего которые почили на еще 7 духов и каждого имя и каждого разбирал моща прописалась мне здесь на всю жизнь и вот лестер саммарл говорит когда я был маленький но были ковбои ковбои на конях скакали мой отец тоже ковбой привез меня вид куда-то в городок а там городке куда гостиниц ничего нет все это как она салон салон зовем меня в этот салон посадил за стол и сидишь где я сейчас приду и пошел по своим делам а это в то время столы посыпали солью от всяких животных от тараканов ну как бы такое средство дезинфикации и это стол был весь посыпан солью и говорит мне скучно было я начал рисовать на этой соли что-то рисуюсь маленький мальчик и тут бармен увидел что я там это порчу ему стол рисую что-то такой дедина говорит здоровый подошел ко мне такой ты еще делаю как начал меня там материть ругать я такой испугался сижу и туда и слышу за спиной голос такой отца эй мистер это мой сын хотите поговорить говорите со мной это я на всю жизнь запомнил что такое голос отца и если ты сын ты ж не сирота отец отец любой вызов примет в твою жизнь если ты сын если ты не боязливый неверный скверный и так далее отец внимательно наблюдает за всеми детьми сегодня их у него много 144 тысячи особенных и великое множество что сосчитать невозможно разных других но вот этих когенов вот этих вот девственников которые не оскверняются с миром сим которые посвящены на 24 часа семь дней в неделю у него 144 тысячи из 12 колен израэля который собирает сегодня он как птица собирает пенцов под крылья и мы с радостью бежим на сион это место нашего сбора папа ждем седьмую трубу и все папа как только протрубит мы уже там как штык потому что настоящие дети они послушны настоящие дети они как и шуа во всем там мама пришла братья куда вы с ума сошли там забирать его хотели а он это кто мне мама а кто такая мама представляете него мама а мариям это суррогатная мама так сказать и так скажем прямо поэтому он уже но жена не балуй она вина у них нет сидят на свадьбе вина у них нет а он еще вообще неизвестный святой вина у них нету она опять знаете как мамы умеет вот это на нервы действует но он сидит кушает на свадьбе она говорит несите водоносы несите а он на неё глянул что с тобой делать мама дорогая что с тобой делать мама дорогая хорошо наполните водою давайте почерпните и несите почерпнули с водоносов куда лили воду все ж видели воду да а там вино попробовали гости говорят а что ж вы подаете лучшее вино в конце свадьбы это ж такое вино что не оторвешься вкуснейшие вот вот так он явил себя в кане галилейской сын а мама видите она счета у нее было как бы человеческие искушения а может быть просто нужно было отпустить сына полностью на свободу потому что когда мама привела самуила храм она больше к нему не возвращалась мы не видим в писании чтобы он ездил домой на побывку что храм это было какое-то временное типа там суворовское училище и на каникулы к маме нет он уже как вошел храм так и до смерти все стал пророком всевышнего так поступает настоящий сын вошел храм и говоришь мне надлежит быть в том что принадлежит моему отцу мне надлежит быть в том что принадлежит моему отцу вот и я вам сегодня всем говорю мне надлежит быть в том что принадлежит моему отцу и настоящие сыновья все так говорят мне надлежит ты что не знаешь жена кто тут у меня дома дети мне надлежит быть в том что принадлежит моему отцу вот этот эфир это учение эти собрания принадлежат моему отцу это не проявление религиозной организации которая создает какой-то там очередной движняк это подготовка к вечному к вечности в вечности к возвращению юд и ва ва еще а а ма щи а по чину малки цедек то есть вечный царь вот он возвращается взять свою невесту он будет жениться будет свадьба это все конечно образно это конечно все интересно это все настолько вот почему они девственники потому что еще они женятся на гулящей нельзя священнику жениться на разведенной священники должны жениться из своего народа на девственницы на девушки вот и причем когда была свадьба и первая брачная ночь выносили простыню показывали всем гостям тут же все ждали никто не уходил пока не вынесут простыню простыню вынесли показали кровь значит была девушка все все вопросов нету вопросы все закрыты поэтому написано что 144 тысячи они девственники девственники они принадлежат только своему мужу только своему богу они не играют в игры с этим миром они не вашим и нашим не служат у них нет раздвоенной души у них есть целостная единая натура я знаю кто я прошу вас решу а знал кто а как же был исполнил да свою миссию если он не знал кто он и когда ему говорили ты сын божий он говорит ты сказал он нигде не афишировал он нигде не кричал я сын божий сейчас я вас всех испепелю он сказал когда хотели свести огонь ученики он говорил вы не знаете какого вы духа что вы собрались сжечь этих грешников ну пошли в другое село ничего ночь длинная пойдем поговорим по дороге куда-нибудь отец нас выведет где-то мы за ночую и не знаете какого вы духа был равны всевышнему не почитал это хищение но смирил сам себя став по виду как человек не будучи человеком на самом деле это великое благочестие тайна и я вам сейчас скажу глядя прямо в глаза всем вы такие же как он и я такой же как он мы не должны почитать хищением быть равным отцу потому что мы наследовали природу отца но мы должны себя смирять да вот наступает время когда мы прячем божественность свою руаха кадыш не разрешает нам проявлять божественность не разрешает солнце остановить звезды обрушить но скоро наступит время мы будем говорить и землетрясение будут происходить мы будем повелевать звездам они будут падать мы будем говорить горе сдвинься она будет двигаться на глазах у всех кому это надо то есть придет час когда божественность скрывать не нужно вот когда еще а преломил хлеб он уже открылся в преломлении хлеба его узнали когда еще умирал произошло землетрясение и хлынул дождь началась буря невиданная и сотник который стоял у креста закричал истинно это был сын всевышнего истинно он уверовал он уверовал потому что энергетика такая была на голгофе что разбойник убийца уверовал 2 нет второй оказался упорный и пошел выбрал преисподнюю а товарищ его был другой немножко хоть он не путевый был по жизни но в конце жизни спасся ныне же будешь со мною в раю а тут рассуждают можно ли потерять спасение наверно вам можно да это все равно что решила спросить ты сын божий а он так чешет и то я точно не знаю так предполагаю вроде бы отец говорил что я сын я сын не сын спросите у моей полины полина ты моя дочь все вопросов нет поэтому как можно потерять спасение или сыновство как ты всегда остаешься сыном если ты родился от всевышнего на веки вечные амэн другое дело как сын себя ведет как сын относится к маме к маме потому что маму надо слушаться слушаться во всем голубка воркочит она мне всегда хочется не хочу не хочу не хочу не буду потом передумывал и соглашался и было именно так хорошо как она говорит всегда ни разу святой святой дух рога кодыш не предложил ничего безумного всегда это было премудрый совет премудрое решение премудрое знание премудрое действие таково я буду слушаться вот эти коменты что пишут тупые про мою маму лох был бы я зевсом у меня вы сейчас из глаз лучи вылетели пожгли бы все кто на мою маму что-то там не трогайте мать мать это святое все знают фух что-то хорошо все очень хорошо а будет лучше один мальчик интересное такое сделал с описание о святом духе покопал писание вот такой молодец я прочитаю а он скопировал из википедии или может он и туда написал но тут смешно пишет как произошло сошествие святого духа ну во первых произошло на праздник не в какой-то другой день как и заклание агнца произошло на песах 14 авива все по писанию когда зарезали агнца был распят господь а руаха кудеш сошел на шавуот приношение первых плодов и шавуот храме посвящались господу первые плоды приношение состояло из двух хлебов испеченных из дрожжевого теста таким образом в начале хлебного сезона праздновалось божье провидение помимо изначального сельскохозяйственного значения в дальнейшем шавуот стал знаменовать дарование торы то есть на синае еврейская нация получила закон и это произошло на шавуот ну в общем говоря в иудеи вновь настал наверное второй по значимости после песаха праздник и вот в среде наших 12 апостолов собравшись как обычно бывает и иудеев отпраздновать шавуот за общей трапезой произошло новое чудо прочитайте это в описании апостола луки ну тут он пишет конечно всякую фигню ну давайте мы прочитаем оригинал чего нам читать каких-то там мальчиков книга деяний святых апостолов а точнее книга должна называться книга деяния руа га кодеш через святых апостолов они ничего не могли сделать начнем с первой главы пишет лука 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 он написал уже евангелие теперь он пишет книгу деяний в своей первой книге феофил я изложил все что делал и к чему учил юдей ва в еще ага мащея самого начала и до того дня когда он дав повеление через руа га кодеш апостолом которых он избрал был вознесен на небо на небо им же он являлся в течение 40 дней 40 дней после своих страданий на кресте дав много доказательств того что жив они его видели и он говорил с ними о царстве всевышнего однажды когда они вместе ели он велел им не покидать яруша лайм ждите обещанного отцом дар незадолго перед этим он им сказал я вас уже рабами не называю называю друзьями вы мои друзья потому что вы знаете все что я знаю у меня от вас тайн нету это относится не ко всем христианам а только к близкому кругу апостолам поэтому он им говорит дальше тайны для них ждите обещанного отцом дара о котором вы от меня слышали йоханан крестил водой а вы вскоре будете крещены руа га кодеш и вот собравшиеся стали спрашивать его адонай значит ты восстановишь теперь израильское величественное царство и он ответил не вам знать времена и сроки которые установил своей властью отец то есть сейчас не об этом надо думать это не главное об этом подумайте в 2018 году потому что на ваших глазах все произойдет и отец восстановит израиль и вернет ему величие конечно но первая после скрип первом веке это произойдет через 20 веков а в первом веке что важно когда сойдет на вас руаха кодес дэш вы получите наделение силой и станете моими свидетелями в ярушилами во все иудеи самаре и до самых пределов земли то есть он объяснил как он и раньше говорил евангелие что для вас лучше чтоб я ушел если я не уйду руаха кодеш не сможет проявляться в полной мере я мешаю святому духу я не могу оставаться не могу иначе будет путаница в планах божий поэтому я ухожу и замен меня приходит утешитель утешитель руаха кодеш мама дорогая и она вас подготовит на эти как невесту мамаш одевает не папа вот невесту подготовит к свадьбе ну так образно говоря после этих слов он стал у них на глазах возноситься на небо и облако скрыло его из виду но они не сводили глаз небо и после того как он исчез как вдруг пред ними предстали два человека в белоснежных сияющих невиданных на земле одеждах алилия не сказали они что вы вглядываетесь в небо этот ютэйвов взятый от вас на небо вернется кричите вернется по баба вернется точно таким же образом как на ваших глазах ушел тогда ученики возвратились оттуда с горы которая называлась масличной это вот сион гора а вот масличная там между ними долина кедрон это рядышком тогда ученики возвратились оттуда с горы которая называлась масличной обратно веру шалаим а гора это было на расстоянии субботнего пути от города то есть определенное количество метров придя домой они поднялись в верхнюю комнату которой они занимали это было на горе цион уже то есть селионской горы они были на ционе песок встретили на ционе и они арендовали там помещение большое на сегодня на сегодня а провожать и шо пошли на или он прошли долину там не недолго и они на или он теперь они с или она вернулись обратно через долину кедрон вошли на гору цион то помещение что они арендовали 120 мужчин и женщин их там было это были пётр яханан яков андрей филипп фома варфовыми матфей яков сын алфея симон зилот и гуда сын яков все они вместе с женщинами мариан матерью и шо с его братьями постоянно собирались на совместную молитву и вторая глава когда наступил день пятидесятый от песок а или шаву от называется шаву от вечером это обычно бывает все было вечером они все собрались на молитву вместе и вдруг с неба раздался шум звук звук как от порыва ураганного ветра этот звук наполнил весь дом в котором они находились они увидели не что напоминающие языки пламени языки пламени эти языки разделившись сошли на каждого из них все наполнились рога кодыш и заговорили на иных разных языках так как им было дано говорить я тоже говорю на иных языках но я помню первые когда рога кодыш сошел сошла на меня мама я начал вот так вот говорить какой-то такой странноватый язык а потом я молюсь молюсь а умом же общаюсь и говорю а можно по немецки а можно по английски вот только называл язык и тут же звучал а по турецки я два часа разными всевозможными языками то есть рога кодыш разделяет дары особо как ему угодно каким как ей угодно ей будем говорить ей этим мы будем отличаться от всех остальных все говорят он дух святой а мы говорим она рога кодыш и вот уже твои происходит разделение между служащими и неслужащими избранными и званными званных их много много что мы с ними будем общаться нам надо общаться с избранными а избранных немного сто сорок четыре тысяч поэтому будем объединяться избранные вам конечно придется кое-что переслушать это сообщение потому что тут рога кодыш дала много информации неожиданно для меня заговорили на разных языках так как давала им рога кодыш то время веру шалами находились благочестивые евреи со всех концов света но праздник годовой все съезжались три раза в году это был второй уже годовой праздник но если считать 1 рожь хашана был потом песок и 3 да это был шавод и вот они с разных мест земли съехались большая толпа все они прибежали на этот звук чтобы ус увидев во первых они увидели огонь они увидели дым они услышали звук они бросили храм и праздничное служение в клубе этом который еще назвал пещера разбойников и побежали из пещеры разбойников и бандитов которые убили невинного человека на крест пригвоздили невинного знаешь он невинен ни в чем даже понти пилат это увидел и хотел его отпустить но они сказали отпустишь ты 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 значит не друг кесарь начали его шантажировать и вот оттуда с этого клуба бегут туда где настоящий храм появился и все изумлялись слыша что те говорят на языках их стран и так далее то есть это я один пытаюсь воспроизвести 120 а их было 120 и они говорили и говорили и говорили и говорили и говорили и говорили и говорили не обращая внимания что толпа уже собралась евреев которые слушали что ведь эти люди которые говорят сейчас галилея не разве не так удивлялись они а почему мы слышим что каждый говорит на языке той страны откуда мы родом а среди нас есть и парфиане и медицы и ламиты и жители месопотамии иудеи каппадокии понты и аси фриги и памфилии египта и окрестностей кирины ливии рима как иудеи так и обращенные язычники критяне и арабы и все мы слышим как они говорят о великих деяниях все вышнего ют эй вав эй на наших природных языках все поражались и в недоумении спрашивали другого что бы это значило видите да с чего начнется пробуждение начнется с иерусалима оно начнется на горе сион как и тогда так и сейчас и начнется с того что собрание 144 тысячи приведет в изумление землю всю и не только языками там будет явлены 12 даров святого духа три дара мама приберегла на финал и это будут мощнейшие проявления а другие издевались эти люди напились молодого вина вот сегодня тоже есть такие смеются над святым духом тогда встал шимон с остальными 11 и громким голосом обратился к ним соплеменник и и все жители иерусалима прислушайтесь к моим словам знайте напрасно вы думаете что они пьяны еще только девять часов утра а то что здесь происходит предсказано через пророка и вот что будет последние дни говорит юдей и залью моего духа на всех живущих и будут пророчествовать сыновья и дочери ваши юноши ваши будут видеть видение и старцам будут сниться вещи сны да на всех рабов моих и рабынь и залью в те дни руах и будут пророчествовать явлю знамение выси на небе и дивные знаки внизу на земле кровь кровь скажите кровь мы должны эти знаки знать четко огонь из толпы дыма будут дивные знаки знаки солнце во тьму обратиться и луна станет как кровь перед тем как настанет великий славный ём адунай день господа и всякий кто призовет ют-эй-вал-эй-шуа-а-ма-чеха будет спасен будет шо шва израильтяне выслушайте мои слова еще назарянин это человек о котором вам свидетельствовал всевышний великими делами чудесами и знаками совершившие через него вы сами это знаете потому что все происходило у вас на глазах люди видите они сейчас переживут у них на глазах все будет происходить все будет писаться на телефон и выкладываться в ютубе и вся земля будет смотреть что происходит на земле его отданного вашу власть по замыслу и предначертанием всевышнего вы руками язычников пригвоздили кресту и убили но всевышний воскресил его и разорвал узы смерти потому что ей смерти не под силу было его удержать вот что говорит о нем давид всегда вижу я адонай пред собой он по правую руку мою чтобы я ничего не страшился поверните голову посмотрите направо и скажите амэн Амэн